добро пожаловать на мой канал вяжем с еленой каратенко радость тем кто заглянул ко мне в гости отдельно благодарность тем кто не забывает поделиться моими видео соцсетях сегодня хочу вам предложить вот такой узор узор очень простой но смотрится очень интересно тем что когда полностью рисунок связать он будет смотреться как будто не ассоциация с ландышами пошла такой интересный узор здесь меня провязан 2 раппорта шириной 1 раппорт высоту вот мы сейчас с вами еще один раппорт высоту про вяжем и как у нас раскроется такая полнота картина как она высоту будет можно было 4 раппорт ширина провязать тогда еще больше было интересно будут смотреться он это рисунок будет смотреться на джемперах на летних давайте приступим к вязанию я не сказала раппорт узора состоит из 11 петель ширину и 19 рядов высоту провязать я буду нечетные ряды отчетные будут вязаться по рисунку вяжем первый ряд снимаем кромочную и провязываем 4 изнаночных петли первые петли 2 петли изнаночных получше подтягивайте поскольку чтобы они не вытягивать по ту же вот эти две петли по цене 2 3 4 4 изнаночных дальше у нас идет 2 петли вместе лицевыми за переднюю стеночку будем вязать подхватываем две петли провязываем лицевые перейти стенку затем идет накид и дальше у нас идет 5 изнаночных петель рапорт закончился еще раз повторю опять 4 изнаночных довяжу уже ряд до конца затем две петли вместе накид и 5 изнаночных кромочная провязываю лицевой первые мы закончили 2 от нас изнаночный как я уже сказал он вяжется весь по рисунку накид провязываем изнаночными петлями я провяжу первый второй ряд вернее однократно а потом уже сами будете там ориентироваться рисунку здесь у нас идет лицевые петли мы закончили 5 изнаночных значит 5 лицевых здесь вяжем накид изнаночные провязываем дальше у нас было 2 лицевых они будут изнаночные затем опять у нас идет 4 лицевых здесь вот уже все к рисунку вид обратно возвращаемся здесь опять на 5 лицевых накид изнаночные провязываем есть тоже изнаночные петли заканчиваем ряд лицевыми петлями как видите здесь все отлично видно по рисунку поэтому легко сориентироваться и кромочная 2 рядом провязали следующий нас третий ряд третий ряд у нас начинается с 3 изнаночных петель снимаем кромочную провязываем 3 изнаночных петли затем вяжем 2 петли вместе лицевой накид дальше у нас пойдет лицевая петля она у нас будет идти на эту лицевую ориентируйтесь потому что она в течение до 9 ряда она пойдет дальше у нас идет 5 изнаночных рапорт мы на этом закончили я еще раз повторю рапорт опять 4 изнаночных верни 3 изнаночных 2 петли вместе лицевой накид лицевая петля и ряд заканчиваем изнаночными петлями как видите рапорт повторяется от начала и до конца поэтому вяжите только еще с рапортом какой вам необходим и кромочная дальше изнаночная вяжем по рисунку вот эту однократные петли как там у которой у нас вы провязываете изнаночной петлей который лицевая была вяжем 5 снимаем кромочную и вяжем 2 изнаночных петли начинаем 2 изнаночных петель затем 2 петли вместе лицевой веточек такая получается уходит в сторону затем накид дальше одна петля изнаночная значит вреду тоже все это ориентировать дальше от лицевая она здесь непосредственно ее прям видно затем 5 изнаночных петель рапорт закончился на этом повторим обратно 2 изнаночных 2 петли вместе лицевой и переднюю стеночку накид 1 изнаночная 1 лицевая и и заканчиваем изнаночными петлями и кромочная провязали шестой ряд дальше у нас пойдет 7 ряд снимаем кромочную 1 изнаночная петля у нас затем 2 петли вместе 2 петли вместе накид 2 изнаночных лицевая и 5 изнаночных закончился кромочная дальше у нас 8 он у нас изнаночные вяжем его прессу вязали 8 вяжем 9 ряд 9 нас начинается снимаем кромочную 2 петли вместе лицевой затем идет накид 2 изнаночных лицевая петля и 5 изнаночных рапорт закончился дальше повторяется опять две петли вместе накид 3 изнаночных затем 1 лицевая и 5 изнаночных и кромочная дальше на 10 лет изнаночные вяжем и закончили 10 ряд дальше нас будет 11 лет и рисунок у нас начнет перемещаться вот в эту сторону если мы листочки вот эти то не у нас на этой стороне будет направо и теперь будут из листочки увязываться на левую сторону снимаем кромочную провязываем теперь уже с этой стороны 5 изнаночных петель дальше нас идет накид 2 петли вместе с наклоном вправо за переднюю стеночку провязываем дальше у нас идет 4 изнаночных петли рапорт на этом заканчивается я провяжу еще один рапорт кромочная дальше у нас идет изнаночный ряд вяжем весь полностью по рисунку 12 лет провязали вяжем 13 снимаем кромочную и вяжем 5 изнаночных петель затем у нас идет одна лицевая накид и 2 петли вместе лицевой 3 изнаночных петель 3 изнаночных на этом рапорт наш закончился я продолжу кромочная точно 14 лет вяжем полностью по рисунку провязали 14 дальше у нас 15 опять вяжем 5 изнаночных петель лицевая петли 1 изнаночная накид 2 петли вместе лицевой и 2 изнаночных рапорт на этом закончился как видите нашу рисунок просто сместился другую сторону то чтобы мы вязали в конце в том рапорте мы теперь это вяжем вначале 15 лет мы закончили следующий 16 тоже нас изнаночная вяжем при закончили 16 ряд вяжем 17 снимаем кромочную и провязываем 5 изнаночных петель дальше у нас идет одна лицевая затем 2 изнаночных накид 2 петли вместе лицевыми 1 изнаночная на этом рапорт закончился я 17 ряд мы закончили следующий нас 18 у нас изнаночной вяжем по рисунку закончили 18 ряд дальше у нас 19 он у нас последний снимаем кромочную вяжем 5 изнаночных петель затем 1 лицевая у нас идет 3 изнаночных накид и 2 петли вместе лицевыми на этом наш рапорт закончился я повторюсь кромочная дальше 20 ряд у нас изнаночной и затем рапорт рисунка у нас опять повторяется с первого ряда с 1 по 19 ряд закончим уже узор до конца провяжу я 20 ряд весь он провязали рисунку от него изнаночная сторона изнаночная сторона тоже довольно таки интересные она есть как бы лицевая можно и так и так но на лицевой стороне она более фактурно смотрится поделяется вот видите сразу рисунок как бы стал более понятен такие переходы когда матрира по два рапорта высоту связали уже ясно стало как будет выглядеть этот рисунок выглядит очень интересно интересно как я вам рассказал напоминать мне почему-то ландыши на фоне вы положить на темном такие как будто цветочки ландыша провязали мы с вами сегодня вот такой узор уже очень простой я думаю не вызвать трудней схему зору я в касты выставлю в конце видео спасибо что смотрите мой канал не забывайте подписываться не выставить значок оповещение чтобы не пропустить что-то интересное ставить лайки оставлять свои комментарии пожелания ну как я сказал значение видео делиться щедро моими видео в соцсетях за это отдельное спасибо всего доброго до свидания